Божественный сериал 94 года, трилогия фильмов Сэма Рэйми, диалогия фильмов с самым красивым мужчиной на деревне, комиксы с паками карточек, личность Паркера, его уязвимость и доступность жизненных проблем для массовой аудитории. Все это сделало Человека-паука одним из самых узнаваемых, популярных и любимых героев в мире. Сегодня я расскажу вам о 10 лучших играх про похождения дружелюбного соседа. И проводить данное объектно-ситуационное мероприятие я буду опираясь на три критерия, которые, как я думаю, лучше всего рассказывают историю, насыщают игровой экспириенс, ну и просто доставляют удовольствие. Это геймплейная составляющая, техническая и, наверное, самое важное, сюжетная. В эту подборку попали только те игры, которые, по моему скромному мнению, достойны вашего внимания. Остальные же по качеству исполнения варьируются между мобильная дрочильня и неиграбельная шляпа. Ну и перед началом важное уточнение. В этом топе не будет игр от инсомников. Первый, потому что, очевидно, она ебет по всем фронтам. Думаю, спорить с этим никто в здравом рассудке не будет. А второй, потому что... Майлз Моралес, чернокожий. В общем, начнем. На дворе 2010 год. Я несусь домой с диском, взятым на прокат. Стильная обложка, внушающая мне чувство предвкушения игры за черный костюм паука. Что это будет, ну, хоть чуть-чуть так же охуенно, как было показано в фильме. Я едва могу сидеть на месте от волнения, надеясь, что сейчас будет просто развал всего. И каково было мое разочарование, когда вместо, ну, плюс-минус проходной игры, хотя бы уровня второго паука ПК-версии, я получил вот это. Некстгеновские 6 кадров в секунду, загрузка, длящаяся месяцами, невозможные QTE, элегантные полеты, анимации и модельки уровня фанатских модов на Сан-Андрес. И я надеялся, что история повторится, и в версии игры для плойки окажется на 3 головы выше порта на ПК. Не угадал. В общем, полнейший кринж «Тьма и апатия» включил ее в эту подборку только из-за этого момента. Идем дальше. В игре по первому фильму с МРМи присутствует достаточно дефолтная проблема в играх про паука, в которых события, движущие историю, происходят просто, чтобы происходить. Что делают? Зачем? Для чего? Про что несет? Арки с Шокером, Стервятником и Скорпионом основной сюжет не двигают вообще. Убрать их и ничего не изменится. Но стоит признать, что геймплейно выполнены они весьма разнообразно. Если в игре с предыдущего места пришлось бы довольствоваться QTEшками, здесь у вас есть возможность собственноручно уворачиваться от поездов, биться в воздухе, ну и так далее. Геймплейно игра недалеко ушла от своих прошлогодних предшественников. Все такие же драки, полеты на паутине, цепляясь за облака, а также был добавлен какой-никакой стелс. В общем, кушать можно. Как бы вам описать ту ситуацию, которая сложилась с выходом игры по второму фильму Сэма Рейми? Трей Арч по какой-то непонятной причине не стали заморачиваться с портированием игры со второй плойки на ПК, делегировав это дело команде The Fizz Factor. Данные многоуважаемые разработчики, я полагаю, из-за отсутствия опыта, взяли одну из лучших игр своего поколения и просто сделали свою собственную с блэкджеком и шлюзами. Переначали полностью всю игру, добавили аркадные элементы, убрали открытый мир, сделали кампанию линейной, а боевая система ограничилась нажатием лишь одной кнопки. Как так получилось, я не знаю. По крайней мере, информации нигде так я не нашел. ПК-версия воняет третьим пауком, но если эта блевотина настолько плоха, что аж, ну, можно угарнуть с ее нелепости, то Человек-паук 3 настолько плох, что его хочется, ну, блять, пернуть и забыть. Edge of Time абсолютно не похож на прошлогодний бестселлер Spider-Man Shuttered Dimension, о котором мы поговорим чуть позже. Проблема тут не столько в том, что количество играбельных персонажей сократилось вдвое и не в отказе от нескольких режимов боя, и даже невзаметно обнищавших на идеи дополнительных состязаниях. Мне, в общем-то, нечего про нее рассказать, так как в свое время она прошла мимо меня. А сейчас играть в нее я не собираюсь. Сделать мне что ли больше нечего? Лучше он, поразговариваю сам с собой. Администрация Трампа, почему ты так сделал, ебаный? С этого места начнутся по-настоящему качественные игры, пройти мимо которых фанатам Павука запрещено на законодательном уровне. Поэтому я попытаюсь максимально подробно, без доводов, чисто с фактами, раскрыть с аргументированной, обоснованной и структурированной позицией каждую игру по отдельности. Итак, начнем. Наноботы. Что это? Виновником всех сюжетных перипетий оказывается Мистерио, который разбил могущественный артефакт. И таким образом открыл порталы в иные миры. Дружелюбным соседям из разных вселенных предстоит найти обломки скрижали, которые охраняют знакомые нам негодяи. Все это выливается в то, что нам предстоит сыграть за 4 версии любимого героя. Эмейзинг версию, алтимейт с черным костюмом, и впервые вышедшие за пределы комиксов, нуарная версия и паук Мигеля О'Хары. Это отличный битэмап с 4 разными стилями боя. Обычный паук ничем особо не выделяется. Эмейзинг версия просто красивая. Нуарный использует стелс, а Мигель О'Хара, посмотрите как забавно перемещается, то есть пользуется гаджетами. Выше в списке ее поставить не могу, так как отсутствует один из важнейших аспектов в играх про паука. Это полеты на паутине по открытому миру. А так, очень даже неплохая коридорная игра. Сказать про нее мне особо нечего. Можно лишь подметить, что по ее лекалам выпускали практически все дальнейшие игры про паука. Здесь впервые появился открытый мир и даже городские активности, проходя которые открывается доступ к сюжетным миссиям. Примечателен тот факт, что в пауке от инсомников структура опенворлда неразительно отличается от своего давнего предшественника. Четвертое место только потому, что поиграть в нее мне так и не удалось. Самая мрачная и от этого запоминающаяся игра про Человека-паука. Ради одного лишь интро стоит ее запустить. Слоу-мо, лунная соната Бетховена, безразличие Питера и закадровые монологи о судьбе, жизни и прочей экзистенциальной теме. Возможность делать моральный выбор и четыре варианта концовки. Незначительная нелинейность. Возможность переключаться между классическим и симбиотическим костюмами. И соответственно менять стиль боя. А также различные камео героев и миллион вариаций Венома. И да, некоторые из перечисленных аспектов уже встречались в других играх о пауке. Но на фоне угнетающей безысходной атмосферы и того, как подаются происходящие события, игра воспринимается абсолютно иначе. Ради лишь одного этого факта стоит попробовать эту игру. Spider-Man 2000 года настоящий бенгер своего времени. Впервые полноценно реализовавший полеты на паутине, лазание по стенам, да и в принципе все. Заслуга этой игры, ради которой в нее хочется вернуться и по сей день, это огромное количество контента и фан-сервиса. Разнообразные миссии, множество персонажей, возможность собрать коллекцию костюмов, обложки комиксов и еще много-много чего. Силек у игры определенно имеется. И несмотря на трехполигональные модельки времен первой Соньки, играется она очень бодро. Попробовать ее не то, что можно, а нужно. Первое место. Она вышла спустя год после не то, чтобы революционного, но явно внесшего весомый вклад в игры про дружелюбного соседа, второго Человека-паука, где работало все то, что создал ее предшественник. Под призмой комиксного стиля, сюжета от авторов одноименной серии комиксов и возможности поиграть за Венома, играется она просто великолепно. Сел-шейдинг стиль вытягивает визуал игры и по сей день. Полеты на паутине здесь отдельная тема. Наверное, единственная игра, в которой отсутствуют рельсы. Паук двигается исключительно так, как задает ему движение сам игрок. Наряду с коротким, незамысловатым сюжетом, я могу с уверенностью назвать ее лучшей игрой про паука на данный момент. И не знаю, стоит ли говорить, что данный топ исключительно субъективная оценка автора. И в зависимости от личных предпочтений и вкусов, ваш список лучших игр может выглядеть иначе. Если вы считаете лучший в эпоху Шадовс, ладно, или может паука 2000 года, пожалуйста, я не против, еще по кайфу в той играйте. Но если вы будете кого-то убеждать в том, что он, блядь, неправ, и его приоритеты и взгляды ошибочны, то я вас вот так вот схвачу нахуй, прижму к стене и на ушко скажу спасибо за обоснованную и учтивую позицию по данному вопросу. На этом все. Благодарю за просмотр и хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»